Президент Беларуси взялся за позицию всерьез. Против сына экс-банкира Виктора Бабарико, который выступил против правления Лукашенко и сейчас находится в местах не столь отдаленных, возбудили уголовное дело, наказание за которое предполагает 20 лет заключения. По предварительной информации, сын Виктора Бабарико не был освобожден после 18 месяцев заключения за уклонение от уплаты налогов. Сейчас Эдуарда Бабарико подозревают по статье о разжигании вражды или розни и статье об организации массовых беспорядков. В связи с тем, что организация массовых беспорядков является особенно серьезным обвинением, Эдуарду грозит до 20 лишения свободы по обвинению во всех предполагаемых преступлениях. Отметим, что по данному уголовному делу обвинения официально не предъявлены. Если в течение 10 дней после повторного задержания обвинения не будут предъявлены, Эдуард должен быть освобожден. Кстати, белорусский лидер Александр Лукашенко запретил все НПО, связанные с оппозицией страны, и обвинил их в получении иностранных средств и организации попытки государственного переворота. Это решение является частью продолжающегося преследования тех, кто выступал против прошлогодних президентских выборов, на которых официальные лица объявили Лукашенко победителем. Оппозиция, как и Запад, не признала результат перед лицом широко распространенных обвинений в мошенничестве. «Мы ликвидировали все те организации, которые финансировались из-за границы, организовали переворот и восстание», — сказал Лукашенко. «Предателей простить нельзя. Не будет прощения тем, кто пытался перевернуть страну с ног на голову и сдать ее внешним силам. Мы видим их и находим их десятки и сотни», — добавил он. Лукашенко, которого называют последним диктатором Европы, подчеркнул, что эти НПО никогда не будут восстановлены. Что касается санкций, введенных Европейским Союзом, США, Великобританией и Канадой, в ответ на миграционный кризис на границе с Польшей и предполагаемые нарушения прав человека в отношении Беларуси, Лукашенко заявил, что страна продолжит действовать, несмотря на эти ограничения. Президент Беларуси заявил, «Санкции действуют, это само собой разумеется. Они уже стали частью нашей жизни. Против нас недавно был введен очередной пакет санкций. Они будут иметь некоторые негативные последствия, но мы должны продолжать жить и работать мирно и сохранять темпы экономического роста». Кроме того, с августа 2020 года Россия арестовала не менее 20 граждан Беларуси, которые сталкиваются с преследованием в своей стране со стороны Александра Лукашенко. Кроме того, многие из этих заключенных были экстрадированы в Беларусь либо в ответ на официальные запросы из Минска, либо в связи с предполагаемыми нарушениями иммиграционного законодательства России. Редактор субтитров А.Семкин